Итак, у нас сегодня с вами 10 занятие. Оно не очень приятное, потому что связано с нашими пресловутыми привычками. А привычки, как англичане говорят, это вторая натура. Так вот, механизм запуска любой привычки или реакции, по-другому сказать, это автомат, который настроен в теле. Это телесный автомат плюс пресловутая программа, которая для нас более всего комфортна. Нам нужно научиться контролировать, прежде всего, свою природную силу, потому что если мы этой силой не управляем, не контролируем, то не осознаем, то она начинает управлять нами. И тогда на нашем теле или в нашем сердце, или в нашей душе, кому понятнее, остаются пресловутые шрамы. Это те инциденты, на которые мы не хотим смотреть, на которые мы не хотим разговаривать, убегаем, отворачиваемся, начинаем агрессировать, всё что угодно, лишь бы не касаться того невыученного навыка в той существующей среде, которая, кстати, была давно в прошлом, но до сих пор одета на голову. И при помощи неё, этого пресловутого информационного какого-то там воздействия в голове, внутреннего бесконечного конфликта с самим собой, как несогласия неполученного чего-то, или потери какой-то, мы и осуществляем прошлое с небольшими нюансами, пробегая или перепрыгивая настоящее, и то пресловутое повторяющееся будущее. Вот смотрите, наш пресловутый ум, пять тактов, он завален согласно тем телесным требованиям, той природной системе, внутренней, которая как потребности всегда есть, была и будет. Первая потребность в задачке выживания – это поощрение словом. Вспоминайте, если человек много говорит, то он ничего делать не будет. Значит, ему достаточно серьёзно, долго, безапелляционно запрещали что-то познавать, с чем-то разбираться, именно в действии изменять ту среду обитания, в которой он находился. Следующее у нас идёт время. Время – это то, что у нас внутри то ли ускоряется, то ли замедляется, то ли превращается в какую-то субстанцию, которую мы вообще никак не осознаём. Это то видение наше пресловутое, с которым мы пытаемся ассоциировать, потому что физическое время на наших часах, на ручных, на стенных, на стольных, оно имеет очень относительное к нам какое-то воздействие, потому что все люди дружно очень давно договорились, что вот так-то и так-то, часы двигаются в такой степени, вот день у нас столько, ночь у нас столько, на работу приходим столько. Это уровень договорённости, не имеющий никакого отношения к внутреннему психологическому времени. Следующая история, как потребность, это у нас воздух, который всё время хочет подняться. Если Мефистофеля вспомним, это такие муравьиши, которые сначала хотели быть огромными-огромными, но без конца их это время придавливало, потому что не было стержня, а было только одно тело. Переходим мы с вами к водной стихии, и они всегда хотят подарков, всегда. Это такое вот патологическое желание, предметное, вот подарки, чтобы испытать пресловутую эмоцию. Есть ли слов поощрения, подбадривания и такого абсолютного высказывания на тему того, что я с тобой рядом буду везде и всегда, ну, как-то не случилось. Следующая у нас идёт помощь и забота. Это та потребность, которая внутри заложена, и если она насыщается, вот каждая из этих потребностей, то происходит прикосновение, прикосновение тела к телу и получение удовольствия. Прикосновение душа к душе — это уровень взгляда, когда мы с полуслова, с полувзгляда друг друга понимаем. Это поднятие нашего ума как развитие, которое даёт нам возможность вообще с этим миром коммуницировать. И самый высший пилотаж — это когда соприкоснуться с информационным полем, с Вселенной, с Богом, у кого какая там приоритетность стоит. Но тем не менее понимать те смыслы, те движущие силы, те изменения, те тенденции, прикасаясь к ним своим духовным телом или своим пониманием, или своим таким внутренним осознанием, и даёт человеку счастье полноценное. Так вот, если говорить о счастливых и несчастных людях, то получается очень такая закономерная история. Чем больше маленьких, но постоянных, удовлетворяющих потребностей мы получаем в виде эмоций, в виде уделённого времени, в виде каких-то подарков, в виде помощи, заботы, мы становимся в совокупности, всё это собирая и всё это преображая, и как в душе это обволакивая, как нужность, потому что мы социальны, как понимание такое, как стандартизация или как идентичность самого себя, что вот да, я нужен, да, обо мне заботятся, да, меня хвалят. И естественным способом от перенасыщения такого количества положительных эмоций нам, естественно, есть чем поделиться. Мы тогда и будем это передавать. Но в силу того, что особо у нас с этим как-то не пошли, значит, у нас время начинает работать каким-то скоростным режимом, да, каким-то. И оно, в принципе, здесь по времени. Запускает очень интересную историю. Подарки, если не получены, трансформируется в воровство. Надо украсть, потому что потребность не закрыта. Ожидание одобрения хорошим словом и поддержкой перевоплощается в агрессию, в неприятие, в какие-то такие гадкие, непристойные слова. Состояние прикосновения, когда очень хочется быть с кем-то рядом, и такая потребность вовне, чувствовать плечо друга, плечо соратника, любимого человека, поддержку или долгожданного ребёнка, то у нас это вызывает отторжение. Если мне этого не дали, то я никогда не смогу с этим справиться и понять, что это действительно так или не так. И всё начинается отторгать. Это закупорка эго, которая телом начинает у нас вот здесь, в материальном мире, и управлять, создавая похожую среду. Помощь и забота превращаются в безоговорочно, безропотное рабство человека, который не смог справиться самостоятельно со своей, обрести свою потребность, насытить себя. И тогда любая точка опоры, которая искусно ему это предоставляет, якобы на словах, потому что это ровная противоположность, ну тогда этого человека встраивает, он становится преданным, как собака. Что же нами движет? Пресловутая эмоция, которая превращается в бессознательную реакцию на все факторы окружающей среды, которые напоминают о потерях, обидах, не получил, сигнорировали, не подхвалили, не дали, не смогли, отвернулись там и всё прочее. Ещё Соломон писал, что слово поощрение или унижение — это смерть и жизнь, и всё во власти нашего с вами языка. И если человек не учится разговаривать достойно, уважительно и понятно, просто и понятно, доходчиво, на языке того человека, с кем он общается, или он говорит о том, что обязательно будет вознаграждение, которое заслужено, заработано, и человек это получает. Или он одобряет, видя изменения, действительно, словом и видя усердия, с которым человек занимается. Он прикасается, и прикосновения в нашей жизни могут быть очень разные. Можно дружески, можно по-братски, по-сестрински, можно с любовью, можно как-то так покровительственно. И наше тело всё это запоминает. Почему очень важно понимать, какие же у нас с вами привычки и реакции, которые мы каждый раз, даже не осознавая, с вами выплёвываем в этот мир или по отношению к людям. Подарки в нашем теле читаются как вид благодарности, который говорит о том, что о нём, о этом человеке думали, ему очень приятно, за какие-то он сам себе придумает, за какие-то его заслуги, там поступки, действия. Это очень хорошее отношение. И стоимость подарка не всегда важна, как ценность предмета, но очень важно такое пресловутое внимание и поощрение, видя изменения человека, потому что любое изменение в нашей с вами жизни это достаточно серьёзные усилия. Помощь в делах, в работе и в учёбе. Это всегда кто-то из старших в системе, как семья, там садики, школы, институты, обязательно должны оказывать младших по званию. Для чего? Для того, чтобы молодой человек, вообще маленький ребёнок, он чувствовал поддержку, и эта поддержка всегда умножает на 10 те малые усилия, которые в человеке есть в силу его страхов и неумения, и преображает его на глазах, если каждый раз подбадривая, помогая и чуть-чуть отходя давая возможность что-то сделать самостоятельно и увидеть свой результат, это лучше любой конфеты, лучше любого печенья, там или ещё там чего-нибудь. Нельзя откупаться подарками, нужно подарок всегда присоединять к тому, что интересно в данный момент тому или иному человеку. И тактильное, приятное прикосновение, телесное даёт удовольствие и безопасность, эмоциональное даёт подпитку и обмен положительными эмоциями энергии, и духовное — это как преображение человека, когда он открывает всё-таки глаза духовные и видит, насколько прекрасен, замечателен и неагрессивен тот мир, в котором он живёт. Для того, чтобы это прояснить, нужно ответить на главных три вопроса, которые, собственно говоря, и внутри без конца резонируют тело. Что причиняет боль? Обратная сторона — это будет ваш язык тела. О чём вы думаете? О недостатках помощи, о недостаточной тактильности, о том, что вас никогда не хвалили, о том, что вам никогда не дарили. Вот как только это вы осознаёте, значит, наполнение собственной похвалой за собственные результаты, осознание того, что вам действительно хочется, а не потому, что кто-то что-то сказал, покупать то, что вам нужно, а не потому, что это модно и красиво. Просить о помощи не в плане прогибаться, не в плане додумывать за кого-то, а действительно обращаться так, чтобы человек вам не смог отказать. Ну и прикосновение — это... Субтитры создавал DimaTorzok